Профессионал и мастер своего дела. Пинский инструктор-авиамоделист Александр Кучеров стал лучшим в республике специалистом-наставником организации ДСААФ. За какие заслуги руководитель секции авиамоделирования был удостоен почетного звания, выяснял наш корреспондент Владимир Городнюк. Как минимум два раза в неделю в этом небольшом кабинете Александр Кучеров учит пинских ребят главному делу своей жизни – авиамоделированию. Спортивный азарт охватил более 30 человек. В основном это мальчишки. Им в таком возрасте, уверен наставник, вместо погружения в компьютерный мир лучше заниматься делом. В их случае конструировать, выпиливать и обрабатывать детали будущего самолета, который потом можно запустить в небо. Это есть у каждого человека какое-то стремление к полету, к небу. Вот этих детей мы и увлекаем. Они приходят, занимаются, строят модели. Ну и потом уже, когда он сюда пришел и чего-то добился, его же отсюда не выгнать. Конечно, сегодня не сравнить популярность авиамодельного спорта с той, какая была еще лет 20-30 назад. А еще ранее им увлекались профессионально и любительски. Едва ли не повально и стар и млад, в том числе и в Пинске. У нас записывалось по 125 человек. Тогда было меньше соблазнов вот этих компьютеров, телефонов. И вообще, вообще-то да, дети старались чем-то заняться. Им интересно было мастерить. Вот что-то изготовить своими руками, показать там своим же друзьям, чего они добились. Подобные модели, говорит Александр Кучеров, в соревновательном порыве собирали даже по ночам. Он сам, будучи школьником, делал это, за что в 1959 году завоевал свой первый диплом, а ровно через 10 лет, придя из армии, стал учить авиамодельному спорту и других. В городе Пинске авиамодельная секция существует с 1935 года. И за все это время она не прерывала свою работу. Может быть, только во время войны какие-то нюансы, сложности были. Но хочу сказать, что руководителей у этой секции всего было двое. Это Борис Смолко и Александр Степанович Кучер. Деятельность Александра Кучерова принесла ему как наставнику главные плоды талантливых учеников с многочисленными достижениями и постоянным успехом. Как раз это было определяющим в победе пинского авиамастера, который стал лучшим специалистом в системе ДОСААФ. У нас чемпионами республики по свободно летающим моделям стал и выполнил норматив мастера спорта Шепилеевич Владимир. Он уже занимается у меня с 1992 года. Тоже взрослый человек, у него уже трое детей. Миша Вотчиц тоже стал чемпионом в классе таймерных моделей. Он уже не однократный чемпион республики. В этом году особенно много достигли своеобразного максимума. Подготовили двух мастеров спорта, одного кандидата в мастера спорта, чемпионов республики и призеров практически во всех видах авиамодельного спорта. Зимой работа юных авиамоделистов и их наставника в основном кипит в классе. Все старательно готовят модели к предстоящему летно-соревновательному сезону, который начинается в мае, тогда уже стартуют первые турниры и длится, пока тепло. Сейчас главная задача – сделать свой летательный аппарат идеальным, для чего нужно немало потрудиться, быть усидчивым и максимально точным. Чтобы идеально, надо смотреть за каждым швом, за каждым сантиметром работы. Не так уж и трудно тут делать, но очень аккуратно надо все делать. Лучше своими руками делать, потому что ты знаешь, из чего оно сделано, как оно будет лететь и почему оно будет лететь. В этом году исполнится ровно 60 лет с момента, как Александр Кучеров стал преподавать в нашем городе авиамодельный спорт. Его он до сих пор считает одной из самых популярных дисциплин, которой когда-то увлекались известные конструкторы – Туполев, Антонов, Сухой. Кто знает, может, подобным гением станет и кто-нибудь из этих ребят – учеников Александра Степановича Кучерова. Играйте. Субтитры создавал. Продолжение следует...